Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, яка же возлюбих вы, да и вы любите себе. Асем разумеют вси, яка мои ученицы исте, аще любовь имати между собою. Глаголи ему Симон, Петр, Господи, кама идиши? Отвещай ему Иисус, ам же аз иду, не можешь и ныне по мне идти, последи же по мне идиши. Глагол ему Петр, Господи, почто не могу ныне по тебе идти, ныне душу мою за тебя положу. Отвещай же ему Иисус, душу ли твою за мя положишь? Аминь, аминь, глаголю тебе. Не возгласит Олектор, донди же отвержися, меня трищи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня пятница, 10 апреля. В этот день мы читаем с вами Евангелие от Иоанна, 13 главу, с 31 стиха по стих 38. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. Когда же Он вышел, Иисус сказал, «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем». Если Бог прославится в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня. И как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и я говорю вам теперь. Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Симон Петр сказал ему, «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему, «Куда я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною». Петр сказал ему, «Господи, почему я не могу идти за Тобою теперь?» «Я душу мою положу за Тебя». Иисус отвечал ему, «Душу Твою за Меня положишь?» «Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды». Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день слышим мы с вами. Это одно из Евангелий, читаемых на утренней Великой Пятнице, то есть воспоминания спасительных страстей Христовых. Итак, здесь, конечно же, говорится о многом нам сегодня. Здесь мы вспоминаем и апостола Петра, о котором скажем конкретно, конкретно, вновь как бы напоминаем нам, напоминаем себе о его предательстве. Здесь же раскрывается нам без сомнения центральная тема, глубочайшая и безмерно важная тема любви, о которой говорит Господь, и тема, собственно говоря, того, ради чего мир приходит к Христосу. Итак, ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Вот этими словами начинается сегодняшний евангельский отрывок. Итак, ну вот первые строчки этого Евангелия могут показаться там довольно-таки сложными, но в них и через них нам опять же Господь указывает и показывает на тот путь, ради которого пришел Он в мир. Господь говорит, дети, недолго мне уже быть с вами, будете искать Меня, и как сказал Иудеям, куда я пойду, вы не можете прийти, так и говорю я вам теперь. И дальше, говорит Господь, заповедь новую даю вам, долюбите друг друга. Итак, в чем же новизна вот этой заповеди? Что, разве заповеди о любви не было в Ветхом Завете? Что, разве любовь не была открыта в Ветхом Завете и через заповедь Диколога Моисееве? Конечно, было. Но новизна заповедей Христовых заключается именно вот в том внутреннем содержании этой заповеди, которую приносит Господь в этот мир. Он говорит, «Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Как возлюбил Господь человека, как возлюбил Бог человеческий мир. Он возлюбил его величайшей жертвенностью и жертвой. Итак, любовь, как мы с вами говорили, имеет самое главное свойство – изливаться навне. Любовь не может быть замкнута в себе самой, иначе эта любовь – не любовь, а извращенное состояние человеческой природы. Это эгоизм. Эгоизм мы не можем назвать любовь. Любовь изливается на внешнее. И вот Господь говорит, «Как вы любите, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». То есть имейте в себе эту жертвенную любовь, говорит Господь. В этом-то и вся новизна заповеди. То есть новое, что приносит мир. Он говорит о том, что от нас с вами что-то требуется делать к ближнему. Мы не можем быть бесплодными. Вспомните Великий Понедельник и бесплодную смоковницу, которую проклял Господь. Проклял за то, что она не принесла плода. Вот так же и мы в нашей жизни. Если в нашей жизни не будет этой действия любви, а любовь, она всегда действует, она всегда что-то приносит и что-то совершает, тогда мы просто бесполезны. Мы просто, как говорит апостол Павел, медь звенящая. Просто пустышка. Если даже приобретем весь мир, но любви в себе не будем иметь, мы вообще никто. И вот эта новизна, эта новизна, которая заключается в реальном деле, которую должен всякий христианин совершать. Помните, как Господь назидает апостолов в Нагорной проповеди? Он говорит им, «Я говорю вам, вы слышали, возлюби ближнего своего и ненавидь врага своего». Но я говорю вам, возлюби ближнего, возлюби врага, благоставляй врага, молись за него. И вот это становится невероятным, в устах, в ушах слушаешь. И Господь говорит, что «как хочешь, чтобы с тобой поступали, так и ты поступай с ближним». Вот эта новизна заповеди. Не просто ограничься от зла, и тогда не будет зла в отношении тебя, но «как хочешь, чтобы с тобой поступали, вот проявляй эту любовь, живи этой любовью. Пусть добродетель будет, скажем так, тем маяком жизненным, и ты на него будешь ориентироваться. И тогда ты по-настоящему станешь достойным Царства Небесного». Дальше Господь в 35 стихе говорит, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Нас с вами, христиан, должна отличать вот эта любовь. Любовь истинная, настоящая, непреложная. Если такой любви нету в наших сердцах, между собой, между друг другом, это может означать очень плохое. Это может означать о том, что мы уже не ученики Христовы. Вот и все. Дальше. Апостол Петр говорит, 36 стих. «Куда ты идешь, Господи?» Иисус отвечает ему, «Куда я иду, ты не можешь теперь идти за мной, а после пойдешь за мной». И вот здесь, конечно, Господь указывает апостолу Петру и на его крестный путь, и на то, что ему нужно будет, и необходимо будет пострадать. Апостол Петр отвечает ему, «Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя». И так вот этот пылкий характер апостол Петра, он нам является страницей священного писания с самого начала. Он готов там идти ко Христу, выпрыгнуть из лодки, пойти по морю, тут же провалиться. Он готов вынуть нож, отрезать, усечь ухо, броситься фактически вот в такое сражение и драку за Христа. И вот здесь он опять говорит ему, «Да я готов положить за тебя душу, хоть в темницу пойти, хоть куда». Но Господь отвечает ему, «Душу твою за меня положь, истинно говорю тебе, не пропает петух, как отречешься от меня трижды». И действительно, вот это предательство, оно совершается. Но мы должны здесь рассудить, а чем же отличается предательство апостола Петра от предательства Иуды? Есть ли какая-то разница между вот ними двумя? Они были также учениками, один зашел и продал своего учителя за 30 сребреников, другой же также побоявшись за свою жизнь, хотя вот здесь вот он много раз говорил перед своими братьями о том, что он готов положить свою душу, также предает Христа. Но разница без сомнения есть, и, скажем так, результат ее мы видим. Иуда пошел и удавился, апостол Петр вышел, горько плакал, признав свою неправоту, и каялся в этом, и Господь восстанавливает его в его апостольском достоинстве, об этом мы с вами знаем уже после того, как является Господь воскресший. Посмотрите, конечно же, имя Иуды, оно связано с величайшим позором и вот этим холодным предательством. выверенным предательством, вот этим планом, который он вынашивал в отношении своего учителя. Предательство же апостола Петра, это все-таки предательство, когда апостол Петр отрекается от него в трудную минуту с клятвой и божбой. То есть, и это даже обладает какой-то вот, вот апостол Петр в этом даже видится неким таким милым человеком. Он клянется и божится о том, что я не знаю вот этого человека, не видел его никогда. Ему говорят, да твой, так сказать, разговор и речь своя выдает тебя, что ты знаешь его и был с ним. Нет, он говорит, нет. То есть, разница предательства Иуды, это преднамеренное, умышленное дело. Предательство апостола Петра, это, конечно же, он был захвачен, скажем так, вот в самый момент его слабой воли, и здесь он совершил это преступление. Но его сердце, оно всегда оставалось и осталось преданным Христу. Но вот в отличие чего, в отличие от Иуды, мы, конечно же, это сказать не можем. И всегда есть большая разница между грехом умышленным, холодным, который совершает, и, конечно же, грех, который совершается нечаянно. Итак, вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры. В сегодняшний день мы слышим с вами, читаем его, вспоминаем и о предательстве Иуды, вспоминаем и о той заповеди, которую дает Господь своим ученикам о любви. Сегодня мы читали Евангелие от Иоанна, 13 главу с 31 по 38 стих. Но я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч, и храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok